Серые стены, общежития, социальные соседи, унылый вид из окна, будни инвалида-колясочника Дмитрия Цыганова заставляют ужасаться. В нашу редакцию он обращается с просьбой о помощи установить в его подъезде пандус и перила. Так Дмитрий сможет самостоятельно выходить на улицу, что добавит немного красок в его жизнь. В том, как нелегко приходится этому человеку с ограниченными возможностями здоровья, убедилась наша съемочная группа. Дмитрий Цыганов в день съемок встречает нашу группу не совсем трезвый. Говорит, что так спасается от тоски. Молодой человек живет в непростых для среднего обывателя условиях. Его комнатушка в общежитии по размеру напоминает кладовку. Вид из окна на бетонную стену и помойку. Ну, помойка и помойка. А так вот стена. А еще три года назад Дмитрий выжигал по дереву, создавал поделки, картины, надеялся жить достойно. Однако замкнутое пространство и соседство социальных граждан сделали свое дело. Само собой, ничем не занимаюсь, а периодически сижу всю зиму вот в этих стенах. И, ну, хотелось бы, конечно, что как-то переехать в другие жилищные условия. И, ну, вот на данный момент, ну, вот сделать там поршни, как бы, чтобы подниматься. Общаемся с Дмитрием по поводу перил или пандуса. Идею установки поддерживает соседка Виктория. В Апатитах живет более двух тысяч инвалидов. Из них около ста колясочники. Периодически комиссия из администрации проводит обследование квартир. Но, чтобы установить кому-то поручни или пандус, нужно пройти ряд документальных этапов. В жилищном отделе администрации нам сообщили, что по поводу установки пандуса с «Жемчужной-19» к ним никто не обращался. Мы оставили контакты Дмитрия. С ним свяжутся. Но пандус появится очень нескоро. Дмитрий рассчитывает на помощь волонтеров. Если вы готовы собственными силами сделать для Дмитрия перила или пандус, обращайтесь в нашу редакцию.